и так сойдет как говорится да здесь так светло уютно вы видите это пересрался и волк достают опор а налил кружечку чая всех приветствую приехали на избу видео это будет такое насыщенно сегодня ночую здесь в избушке позанимаюсь сейчас гвозди вот купил лесенку на будет проколотить а завтра мы с самого утра пораньше выдвигаемся в экспедицию на озеро которое находится посреди леса вот такие там караси плавают так сейчас развожу костер будем готовить ужин время уже такая под вечер избушки кто-то был надо привести сюда журнал может чтобы записи оставляли интересно будет почитаем пломбу запломбирована так сказать была дверь видно что кто-то приходил открывали дверь принесу потом журнальчик может будет оставлять записи почитаем кто бывает если кто-то будет сейчас оставлять вот так то ничего все нормально кстати мусор до вынесу это писали там что свинарник бутылки мне нужны эту воду в них приношу на что-то уже накопилось дофига на тоже будет подсобрать вывести все вот такие два все нормально растапливаю костер ставлю гречку говорится настроение вообще шикарно так ждал давно ночевок в лесу особенно несколько экспедиция давно хотел на это озеро уже сходить так то можно туда нам на мопеде доехать на тракторе на машине уазик там лениво дороги вроде как там не особо то есть на тракторах знаю что там ездили то но на мопеде будет не то хвата устроить такую вот прогулку с ночевкой чтоб все было серьезно купила трассу такого тушенку попробовать не понят магните вроде посмотрим уж сорт что-то последнее время какой не возьмешь тушенку все как говно какой-то там ходить херня всякая шашметки шкурки уже даже если дорогу покупаешь все равно фигня попадается гречечки гречечку мешочках закинут один на вечер один на утро и там еще три штучки потом у дорога останется у меня там еще есть еда с собой все гречка поставлено варится мне вот только не понятно если это туристическая посуда на хрена вот это вот пасмаски делать ночи они антипригарный что сплавится все так сейчас буду тут заниматься пока учу вон гвозди есть на большие пробью такая погодка сегодня с утра дождик шел сейчас вроде все наладилось на завтра вроде бы тоже как бы не обещают но и не надо нам надо мне сейчас ходить поискать вот таких вот веток напилить здесь поручни 4 штучки ну какое дерево видео молния шандарах на он середине горела так и все она сразу чахнут начала горвенная такая вековое неделю назад вроде еще сюда приезжал все еще такое было заросшее а сейчас все так пусто стало листья попадали почти что все уже с деревьев такие голые сосульки стоят морковки осинки он все голы на березках еще немножко часто заморские будут и все с берез тоже со всех спадет все листва совсем голый лес останется мой пятачок только там красивый будет там елочки потому что растут вокруг процесс сейчас идет гречка нас подходит уже но такая получилось не мой день сегодня видим не строительный тут промазал два раза и хрен с ними гвозодера у меня нет чтобы их выдернуть главное функционирует надежно надежно можно залазить не задавался для маленькой строительство как такая смешно и много получилось ну думаю если когда карниз сделаю оно друг друга дополнит нормально будет пойдет и так сойдет как говорится да листья листья падает все везде шуршит кругом утилизация бутылок идет полным ходом оставил одну бутылку ну то умывальник а то человек каплю каплю вот думаю что они мне пригодятся я их сегодня все только привожу сюда увозить все равно не увожу короче сжег все это все баллоны пены баллоны пены увезти нам не будем тут взрывать на напугать птичек зверушек сейчас накладываю поесть и ужина сегодня только две кружки чая было в желудке коптит блин прям как раз в сторону 100 100 столика поэтому оба придется здесь отужинать тушенка не помню сколько и брал то вроде мясо есть она из кого вообще сделано свинина ну на первый взгляд неплохо мясо присутствует ну все пища съедена пью чай делаю лежанку и буду отдыхать лежать я сюда приехал уже отработал сегодня целый день потрачил поэтому особо то ничего не охота делать сейчас пройду вокруг избушки просили кто-то там писал интересно было посмотреть вокруг избы как давайте обойду посмотрите кому интересно вот так вот получается слева она вокруг вот так вот в середине как получается избушка по краям вот так вот елочки стоят специально только место выбирал чтоб интереснее смотрелось поэтому особо то я не видно даже получается самое интересное наверное от этого боку потому что здесь окошечко есть блин приличие это шиповник вот точно шиповник тут надо побольше насадить чтоб грибники поменьше ползали ой здесь вот елочка так плотненько вот с этой стороны еще как-то более-менее смотрится солнышко наверное так интересно ну и все все подцепил аккумулятор здесь у меня такой склад гвоздики там надо подмести наверное сейчас печка в машине если будет прохладно так-то вроде не обещано в начале минус тепло тепло должно быть курточку одену еще в ней буду спать так вот расположился здесь вот у нас прогрыз есть палец пролазит мышкой падла прогрызла здесь доска усохла получилась небольшая щелка здесь тоже доска лопнула щель появилась надо будет допокупать гофры такой зиме здесь нормально все мышки мышки есть а может кстати это не мышки а птички проплевали надо будет заняться на щельнике делать чтобы они не плевали пену а то так разоришься на пене с ними ну все сейчас подмету маленько приберусь да конечно подметать тут не очень удобно все в щели все равно улетает такой венчик сделал веревки нету чтобы замотать его связи связи тоже нет нифига и ничего не посмотришь отдыхать так буду просто поднимать сегодня не спало толком ночью не спало что-то у меня в этой избушке намного прикольнее чем в землянке там как-то сырость это темнота здесь так светло уютно как-то даже находиться приятно в землянку заходишь и там все уныло как-то даже находиться там неохотно на улице уходишь на улице больше находишься сидишь поэтому не знаю стоит ли строить землянки лучше избушки наверное в землянке конечно интересно то что может зрителям смотреть но находиться в избушке намного приятнее чем землянки под землей все таки есть под землей всем доброе утро я уже давно на ногах поехал уже половину пути проехал заехал тут в одно место покопал металлолома чтобы бензин оправдать килограмм 50 наверное набрал все сейчас выдвигаюсь дальше едем в путешествие наше всем приятного просмотра настроение шикарное повезло в одном месте тут нашел железо ну видимо стоянка была что за части тракторные какие то там траки взял с собой все самое необходимое но что-то все равно еле утолкал вполне лохонький рюкзак е-мое доширак еще не влез сейчас дойдем до избы эти лесорубов там я ее затопчу и продолжим уже дальше дальнейшее движение в сторону этого озера о какие то птички бегают по дороге две штучки было эти перепелки какие то наверное куда то сюда убежала так пол пути прошел до избушки хорошо от избушки так до избушки это столько и потом от нее еще три раза дальше до этого озера получать лишь бы дорога была надеюсь что она здесь проходит какие то два ящика металлоискатель с собой взять заодно на наличие металлового взлома проверять эти семеста вот просто деревянные ящики сидели видимо тут стоянка здесь вырубка была погода шикарная сегодня бабье лето походу здесь кормушечка для животных стоит здесь кормовое поле вон там тоже вижу в лесу кормушка так смотрим что тут изменилось с прошлого нашего прихода сюда мусор валяется так здесь что немного погромили выключатель отломили от сигарет валяется стакан с водой не было но все это ничего в машине не делать нормально выключатель непонятно зачем отломили сейчас бпшечку заваривать так вот расположился подогревается водичкой кто-то там уже купается сварился уже походу ножкой там на десерт у меня будет тульский пряничек с чаечком давайте краткий обзор кто не видел эту избушку лесорубов крыши вот нету там крыши походу да она залезть быстро так сгниет ну да крыши нет была вон типа то ли что то что ли она сгнила уже вся схана быстро придет из бушки желт так то можно еще не перекантовываться стенки утеплителем сделано внутри сэндвич такой в принципе то не нормально у ней печка если будет можно не жить крышу только надо делать сухой груздочек переросший уже пока там заваривается можно на наличие грибов проверить это место блин настроение шикарное вообще погода хорошая солнце светит лес одиночество словами не передать сейчас на озеро идем я давно мечтал до него дойти посмотреть что за озеро что там вокруг него есть короче интересно сегодня даже плохо спал ждал когда быстрее утро уже так это говно нашел козлиные наверное здесь медведя раньше не было посмотрите не красота ли чудесный лес чудесный лес тишина спокойствие раньше никогда здесь не было медведей но километров 50 отсюда было ну там видели медведей а прошлый год или позапрошлый год и у нас здесь тоже как-то засняли даже на видеокамеру пробегал медведь или медведица также еще в километрах 5 раньше жила рысь так что надеюсь никого из них не встречу запор с собой но он не особо-то не спасет мне кажется буду побрякивать ходить покрикивать ладно ждем наша БПшечка заварится чудесное утренний завтрак то что-то в избушке не полезло мне быстрее собрался чай попил кофе и поехал сейчас плитка остынет я же уберу на свежем воздухе доширак еще вкуснее жижка с утреца похлебать просто сказка напоролся сосиску вон еще сейчас бы полежать но нет пойду что-то рюкзак не убавился особо оба куда ты иди сюда дорогимая вроде ничего нету но что-то полное надо бы мне побольше рюкзачок туристический купить дорого стоит так нормально нормально ладно все подвигаемся дорога длинная не знаю еще есть там дорога вообще нет так лосиные следы есть надеюсь медвежьих нет кошачьих но здоровые лосиары тут ходят еду все еду все еду ничего интересного особо занято для съемки для меня конечно все интересно природу рассматривать настрадаться ну а теперь есть кое-что интересное и для вас для меня тоже избушка еще одна есть там нет кто давайте подойдем посмотрим вдруг никого нет вот там мне кажется она с трубой с печкой наверное охотничь лобаза наверное как качественно сделано некоторые хорошо делают там жить можно а некоторые так на скорую руку из досок ну вот включусь там уже подстроюсь сейчас ну видите обалдеть ветер наверно так но вес еще такой здоровенный сделан ну тут капитально что-то трубы железные вон капитальное строение веники сушатся надеюсь там никого нет хотелось бы посмотреть что там интересно да класс вырубки здесь большие обалдеть какое строение там снизу вон вагончик еще и тут двухэтажно обалдеть заморочились люди вы видите это он полностью из железа сделан это капец я в который раз вижу здесь полноценный гараж железный с замками все и здесь обшитая железом такая двухэтажная или трехэтажная наверно даже да да наверно даже да наверно закрыто наверно закрыто все забаррикадировано все забаррикадировано все да интересно что там внутри ну да снизу нету дверей капец бункер дверь дверь вот здесь вот здесь плесеньку наверно ставят сюда залазить залазишь потом вот в эту маленькую дверцу и уже туда да жалко сделали так чтобы никто не попал не залез все на замках все везде железно а так интересно было бы посетить такой домик внутри вам показать бы там что-то висит приманка какая-то может вот фу блин пересрался там сено походу вон в кормушке я думал то стоит хабазина такая метра два в длину здесь такая вырубка большая охрененная большая сильно не буду кричать это надо кричать о-о-о не кричит сосны видим повырубали березы оставили и данный ролик натыкался смотрел там где-то вырубает тайгу короче капец ну китайцы мы все говорим везут в китай в китай а нифига не везут они уже здесь фабрики построили и здесь прям перерабатывают ну а начальники все китайцы работяги русские за 15 тысяч на 20 месяц работают и говорят вообще там гектарами сплошняком вырубают кедрач говорит которые не трогали наши китайцам вообще пофиг они все что почистую рубят грибов ягод все мало стало ветра потому что там площадя гектары футбольные поля вырубаются капец все продали ну не прелесть не прелесть не прелесть ли вот это вот елочки красота все елочками засажены маленькими это носинки носинки березки но это наверно сами обсеивались а елочки то точно садили вручную хотя и эти наверно тоже они так и не обсеились бы наверное густо сильно не знаю вроде почти половину уже прошел нормально еще не выдохните нисколько концентрация из бушек на этой на этих полях зашкаливает вон там вижу тоже лоба застроится походу еще не доделано хотя может не доделано и что то там с белой крыши еще не знаю будет дорога туда так схожу время пол первого уже так во сколько в 10 я вышел одиннадцать двенадцать два с половиной часа я даже половину практически прошел так можем здесь наблюдать кто здесь обитает в этих лесочках здесь крупно рогатый скот это походу маленькая рогатый скот вот ну либо поросюшка вот это я думаю что они не этот не волк волков вроде тут нет наверное лисичка тем более след маленький и все большие еще есть лосины и все такой вот здесь мостик все захожу в лес вот вот так вот обошел дорога не ровно так так все это футбольное поле километр больше наверное два километра камера не придается так все отлично дорога есть пока напрямки показывала пять километров а тут прямой дороги то нету вот так вот туды-сюды по-любому около десяти будет нету такого там навигатор чтобы опа что такое нифига себе металлолом нашел даже даже без металлоискателя что-то такое не знаю ну припрячу где-нибудь здесь запомнить надо оба припрятал кайру здесь надо ну здесь на мопеде за металлоломом если есть по-любому здесь есть металл хорошая дорога пошла не в ту сторону сейчас иду по такой вот дороге ну хоть какая-то все равно есть пока что надеюсь она меня приведет к озеру направление в принципе верное но как-то она петляет туды-сюды кстати если вот без навигатора тут лучше не ходить потому что можно очень долго и не выйти в одну сторону вот здесь если пойдешь в десять километров до деревни вот в эту ну тут в эту деревню трудно попасть она маленькая для нее 15 километров хрен попадешь еще ну а вот в эти все стороны если пойдешь то там очень долго можно идти не никаких деревень ничего нету леса не тайга можно сказать уральская представляете здесь даже связь есть две полоски обалдеть У меня из бушка там сколько километров пять наверное не больше 10 километров возьмем от города избушка землянка пять километров от города в землянке еще ловит связь а вот в избушке уже 10 км от города уже нифига не ловит здесь от города получается уже километров 30 если не больше и связь есть вот где строится надо было и связь есть и людей нету и дорога мало-мальская есть все зимой его только хрен сюда доберешься на лыжах и стак снега ход какой-нибудь мотособаку здесь вообще благодать было бы я хочу построить разведать места что да как здесь может в будущем капитальную избу здесь построим если бы не на работу это таскаться туда-сюда вот сегодня вызвали если на работу это надо полдня добираться потом выбираться отсюда если не работать конечно бы забурился строй себе спокойненько живи посмотрим будущем короче все уже где-то около около хожу немножко осталось эту точку можно удалить ну и где ты у нас сейчас приду там уже высохло все пересохшие я ни разу не был этом озере на мужики ездили карасей лаптей таскали но то все рецептат туда уходит я уже озеро где-то там я уже вот так вот обхожу обхожу потихоньку по этой дороге вот наконец какой-то сворота появился наверно точно это снова озеро уже тут давненько никто не не ездил может с другой стороны какой не заезжает блин блин камера сейчас садится успею не успею показать короче вот этот пока все смотрю вот это дорога должна сейчас прям выйти на это болтин озеро там смотрю что зелень какая-то заросшаяся крапива выше меня подход есть нет хоть бы хоть подход был ты сейчас болотина окажется тут и кочки заросшая здесь уже начинается болото не провалится главное здесь на каркатах видать гоняется такое ходуном ходит немного я в кроссовках замечательно здесь что-то доски вроде какие-то есть это хорошо видите как хотят страшно честно говоря если я тут ролюсь то я тут и останусь никто не знает даже где я хотя это ошибка но я видим какая-то решетка здесь я себе подходим весь плотик туда уходит на каркате дорога обалдеть мостик капитально вообще медали на такие трубы решетка обалдеть это кто-то хорошо постарался если это мостик конечно какая тут может быть рыбалка вот это конечно не падает вот это конечно я расстроился до воды он там он я вижу серединке просвет воды капец он там избушка стоит охотничьи тоже туда дорога каркатской капец по рыбачу называется но видите с каждым годом воды все меньше меньше раньше он кого огроменное озеро было сейчас все затянуло вот этот мостик не зря делали с него можно было рыбачить сейчас там он еще метров 300 на на воды расстроился конечно надежды было удочку все взял с собой червяки червяков здесь только на каркате на каком-то ехать туда ну ладно хоть разведал буду знать конечно если сильно захотеть можно строить плотик там эти метров 300 на бревна кидать кидать и дойти до воды это не один день возивозиваться придется а на карте то здоровенно озеро показано но на принципе так здоровенно есть все заросшие сейчас припаркую здесь чай попью батарейку кое-что вам интересно покажу первый раз вижу концентрация суверий охренеть их сколько здесь вот от такого а такой бандырины начиная до маленьких какой хочешь вот это на суверий похоже маши молодой кап просто обалдеть видите до самых метров 7-8 наверно высоту все усеяно из этого дерева столько можно по делу кстати сделать мы на это немножко перешла еще маленький столько блюд тарелочек из этих из них можно наделать тащить их потом не охота на чем-нибудь потом может на лопедико приеду сюда сейчас точку поставлю на навигаторе все это сразу не увезти на этот много мешка 2 на работах ну и что вы думаете сижу и позвонили с работы выходить на работу блин а вообще капец такое было настроение хорошая с утра планово было дойти до озера заночевать порыбачить завтра еще день тут не озеро ладно озера нету на работу на эту страну будет выбираться до города как ладно пишите ваши комментарии по поводу таких походов если вам нравится можно будет следующий раз и рвануть на то второе озеро на большой до него прогуляемся посмотрим как там дела обстоятельства червячочки сегодня ваш день фартанула вам все добрался до проходной сейчас посижу чай попью точнее полежу даже непривычки конечно около двадцатки намотал непривычки конечно не очень-то ноги сядет ощущать хорошо все наслаждаюсь последними минутами лесной жизни и выдвигаться цивилизацию вот раньше аж 30 лет деревни прожил маленькие когда были все время мама в город когда ехала там раз-два в неделю за продовольствие и кого-нибудь одного из нас брала ну мы с сестрой были маленькие и вот тогда у нас когда завтра знаешь что в город ехать такое ну веселое настроение ночь там чуть ли не спишь ждешь когда утро чтобы погулять в городе видимо какая-то радость какая-то было наслаждение а сейчас наоборот все на хрен бы этот город не нужен был шум гам людишки этим бегают что-то суетятся все как это муравейник ну кому-то конечно наоборот сдался этот лес одиночество сколько-то на мне нравится сейчас наоборот когда в лес тогда настроение улучшается ладно вот такой получился ролик всем спасибо за вашу поддержку удачи и здоровья главное всем пока пока